всем привет всем доброе утро не так давно меня просили показать как я завязываю шарфик я уже как-то показывала но показываю еще раз шарфик складываю пополам все очень просто вот в эту дырочку протягиваю один конец от шарфика перекручиваю и протаскиваю другой конец от шарфика и у меня получает вот такой вот сложный кучу поправлю сейчас без зеркала как-то не особо сильно видно все в принципе вот эти вот конце от к шарфика можно заправить вовнутрь и у вас получится что-то типа вот такого этот конечек тоже нужно заправить вовнутрь может получиться вот такой вариант но мне нравится когда просто вот эти вот конечки конечки от шарфика свисают все мои хорошие показала куда я собралась я собралась в магазин мне нужно кое-что купить но и может быть я посмотрю как сейчас там погода до центра нашей деревни я естественно доеду на машине и может быть покажу вам магазины но хотя магазина вы видели у нас какие магазины в нашей деревне альди лидл реви эдека хороших больших магазинов так что у нас еще есть деревне но в принципе булочные мясные лавки у нас но если не считаем эдаке и реви в мясной лавке то у нас еще есть одна мясная лавка в деревне в центре она у нас наш реви аль опять какие-то цветочки но хорошо еще ничего новенького нет а все что сейчас предлагается и мне кажется я уже все купила смотрите она что появилась деревья раньше не было сушеная клубника бананы и это что кукуруза какая-то маяс не вижу без очков что там дальше написано раньше говорю не было сейчас смотрите есть что я купила я купила свеклу красную мне нравится обыкновенная красная свекла которая не био она намного вкуснее чем вот я покупаю био целлофановом пакетики запакованная в лидл она не очень вкусная мука 550 уже два раза на приезжаю в реве нет муки 550 но вот эти вот вот именно от этой вот фирма именно от этой фирмы в больших мешках которые я покупала йогурты 33 цента меня ждите будут на этих выходных еще я взяла шесть штучек ну и сабрина и ее напиток этот брод тронг она считает что если она его пьет у нее кожа лица лучше становится три бутылки я взяла одна такая бутылка стоит 2 уровня 59 центов заехала в лидр немножко закупилась клубника вареные яйца вот такой корм мокрый мы покупаем для своих собак володя в прошлый раз купил целую упаковку одного вида ну а я им немножко знаете так для разнообразия чтоб не кашлять и одно и то же так но три упаковочки взяла огурчик это детям это володе такие маленькие помидорки я не посмотрела были ли там эти черные помидоры или нет они такие вкусные вы не представляете они прям как будто бы сахаром посыпаны то еще не пробовал попробуйте но мне дома еще есть пару штук наверное штучки 3 еще наверно есть это хлеб володя берет на работу сейчас такой хлеб у него каждый раз что-нибудь разное поэтому мое молоко мое и сабрина ой надо йогурт и не повредить вот такие вот куриные маринованные крылышки их володя очень любит я взяла одни острые мы в принципе ну володя в принципе острые любит я сейчас такой не ем но я тоже больше люблю острые дети будут я им взяла не такие просто маринованные не острые уже острые они не будут моцарелла уже давно не боролась это соскучилась куриная окорочка авокадо но они знаете такие они еще таки дубовые дубовые ур 1 1 11 центов одна стоит одно авокадо соль девочки кстати вы какую соль берете вот эту которую самая дешевая или которая подороже какую лучше брать соль в общем спрашиваю какую соль берете вы я беру по-разному сегодня что-то сделала дешевую все и яйца заплатила 35 ура по-моему с копейками но я приехала в центр нашей деревни это там где я нашла место припарковаться сейчас это наша площадь где у нас проходят все баварские праздники меня спросили вы живете в баваре вы общаетесь с баварцами естественно мы общаемся с баварцами те которые живут рядом с нами я же не буду на улице подходить к человеку и говорить давайте пообщаемся если я его не знаю в принципе кого мы знаем лично естественно с теми мы общаемся это наш такой небольшой базарчик сегодня видите всего одна лавка выехала что-то продают здание там володин врач куда он сейчас ходит это наш сельсовет так сказать это упал ограждение от ветра у нас деревня есть такой небольшой кофейный магазин с вкусным кофе мы здесь как-то пару раз покупали здесь намного конечно дороже но в принципе мне нравится то кофе которая я пью а за то ли как здесь пахнет кофе ведь всякие ступки кофемолки старинного образца немцы любят между прочим выставлять все таки вот такие старинные картины утюги это небольшой ресторанчик летом здесь конечно шумно весело когда на улице все сидят пиво пьют немцы любители пиво там впереди у нас очень красивый магазинчик со шторами но очень очень дорогое вы знаете это немецкий магазин все немецкие магазины у нас дорогие это такой небольшой бутик со шторами но сейчас они смотрите 20 процентов там на какие-то наверное образцы наша деревенская библиотека мы сюда очень раньше очень и очень часто ходили пока дети в школе учились саврина любила мы иногда приходили в эту библиотеку по несколько раз в день говорила хуже прочитали года но у саврины было просто такое такая программа антолин называлась и там нужно было пункты собирать в общем ты читаешь какое-нибудь произведение начнем какую-нибудь книгу отвечаешь на вопросы собираешь пункты и потом получаешь грамоту когда набираешь определенное количество пунктов но саврина всегда был такой азарт спортивная всегда хотелось где-то в чем-то будет лучше получить где-то какие-то грамоты призы медали но наверное у нее это врожденная раум-мода называется на весь артикль который к паске 20 процентов скидка здесь тоже небольшой ресторанчик мы здесь как-то заказывали несколько раз володе нравится мне нет мне такое впечатление что они всю замороженную продукцию просто-напросто там где-то на гриле поджаривают но магазину такую знать ничего такого домашнего нет но и картошка жареная ничего особенного еще мне не понравилось хотела еще зайти в этот книжный магазин раньше у нас здесь был такой большой книжный магазин шварц и катца назывался хотела еще детям посмотреть какие-нибудь книги на паску надоели эти игрушки карине сказала все давайте на книги переходить уже хватает игрушки покупать карина согласилась дети конечно наверно нет но здесь был этот огромный магазин у нас но огромный большой книжный магазин хороший закрылся здесь парикмахерская но я в эту парикмахерскую начинала первое время ходить потом не разонравилась и я поменяла здесь у нас бюро ритуальных услуг в принципе у нас небольшая деревня но в деревне есть все все что ты хочешь и врачи но специалистов конечно мало зубные в основном врачи а так в основном все врачи здесь есть но вот этой улице мы жили здесь была наша первая квартира про которую я вам вчера рассказываю и вот смотрите вот это детский сад видео где разукрашена красно-желтого синие столбики вот это детский сад вот мы так жили здесь одно здание достроили вот то которое вон там в конце даст зеленый с оранжевыми вот этими полосками это новая достроили и там дальше я смотрю тоже новая достроили он там наверху церковь понимали вот детский сад а вот наша первая квартира это наши окна были цвета с кухни это из зала и у нас эрик сам ходил садик я просто выходила из подъезда ждал бы смотрела чтобы он перешел дорогу и он сам убегала в детский сад так но забирать конечно его приходилось все равно вот так у нас близко все было а вот если подняться вот на вот эту горочку небольшую вот на эту дорогу там сразу школа сейчас мы ее тоже проедем у нас дети тут все учились 1 по 4 класс ну это наша грунт шули можно конечно и дальше было идти учиться там хауп шули эмцук у нас есть еще в баварии как реаль шули но среднее образование обозначает там наверху сейчас как бы мне так встать чтобы вам показать сейчас найду место ну хотя вот в принципе отсюда видно школа то что вы сейчас видите это для старшеклассников а я еще заеду вот сюда ну зайду вернусь зашла в праксис в физиотерапию сделать себе термины цены надо спросить как это что это за цены через медицинскую страховку скорее всего завтра нужно будет еще раз прийти потому что тот человек который отвечает за термины она сегодня не работает и поэтому мне нужно будет завтра еще раз прийти с 9 до 10 часов она мне делать то все равно особо нечего завтра приеду сделаю себе термины да я спросила у нее могу ли я сегодня сделать термины а потом привести но направление от врача она сказала да без проблем но сегодня мне не повезло именно того человека сегодня не было ну и что стою жду когда придет ну человек на рецепшн потому что никого там не было заходит то одна женщина с которой я когда-то давным-давно работала но здесь у нас ранее гонконт вечера и но в химчистке и она ты там еще работаешь я бы нет давно уже не работаю она горит ягод тоже очень давно уже не работаю ягод не хотела говорит ну вы знаете как работали у нас шеф кто работал на менеджоп он не хотел ничего платить он не оплачивал ни отпуск не если ты болеешь он ничего это не оплачивал а по закону по идее тебе должны были оплачивать именно это но если ты болеешь тебе должен был работодатель оплачивать ну вот это вот время пока ты находился на больничном и она подала в суд я помню эту историю смутно потому что время уже прошло давно тогда очень много шума она наделала но но результата я в принципе результата я не знала потому что она ушла перестала работать она уволилась но и вот тут такой король и тут такая короче говоря встречи и она говорит а ягод получила все свои деньги которые я должна была что-то она сказала за три года она получила за каждый год по 687 ойра что ли я не знаю что чего это высчитывалось там именно непосредственно у нее она говорит мне в принципе но это вот как раз таки ваша ваш вопрос живем в баварии общаемся бы с были с баварцами конечно общаемся и она говорит мне говорит было главное не деньги получить ягод пошла ради принципа если по закону положено почему он этого не делает но это был у нас такой единичный случай в основном всех все устраивало я уже говорила все как-то вот но мы же там делали постоянно переработку у нас постоянно были переработанные часы сверхурочные и он постоянно оплачивал вот например если я сабрина и уезжала на соревнования у меня эти дни тоже оплачивались но они у меня оплачивались именно из переработанных часов да в этот и баштунда как-то так так что у нас по времени а куда но все могу все мы проехали уже всю нашу а вот тут церковь я вам не показала ну ладно теперь уже уехали сейчас вот школа проезжаем школу ну вот школа это с этой стороны у нас вот эти я говорю новые корпуса построили поэтому у нас вот здесь где начальная школа сейчас начальный класс у нас там сейчас все новенькое не так как карина и сабрина и эрик учились ну вот приехали даже до спортивной площадке вон там впереди у нас футбольное поле здесь клуб наш спортивный деревенский но у нас здесь в основном футбол эрик раньше хотел на карата я сейчас не знаю если здесь карате или карата или нет без понятия дети выросли я теперь я не знаю какие у нас я знаю что у нас здесь есть карнавальные вот эти танцы как они называются карда танцы точно я не знаю есть у нас еще у нас деревне клуб спортивный клуб по стрельбе мотив у нас есть сейчас проедем я вам покажу а это у нас большой модернизирован новый модернизированный альтос хайм в общем дом для престарелых здесь можно привозить как ну на день например своих бабушек дедушек так можно и оставлять на длительное время здесь была сабрина со школы еще когда сабринка училась но вообще-то он у нас уже в принципе не такой-то уж и новый да когда сабрина училась четвертом классе их возили водили сюда на экскурсию сабрина сказала мама но даже там все так модернизировано даже когда нужно например искупать пациентов скажем так то все модернизированное садится на кресло кресло которое сама заезжает выезжает из душевую в душевую кабину заезжает и выезжает ночью я сама здесь естественно не было но знаю по рассказам что здесь очень все такое модернизированное но в принципе все сейчас еще проедем с вами сейчас дойду до машины еще с вами проедем до клуба ну до нашего тира в деревне ну у нас в принципе и все две церкви католическая евангелическая церковь у нас еще есть деревне есть конечно у нас пару бутиков которые продают обувь и одежду ну там все обычно очень сильно дорого в принципе мы туда не ходим и там не закупаемся что еще сказать католическую церковь но я не смогу показать потому что вот там час как раз только идет и там нужно все объезжать в общем короче большой круг делать я так не поеду видите камень стоит здесь у нас когда-то была ярмарка данным давно это было еще дети в школе учились была ярмарка и дети здесь обычно играли и какая-то машина сдавала назад и задела мальчика и он упал и как раз ударился головой об бортштайн да ну вот этот камень который вот вы поняли вот об этот камень ударился но и но и получилась вот такая вот трагическая смерть я не помню на тот момент сколько было мальчиком я знаю что небольшой ребенком он еще был а точно точно не знаю сколько ему было ну все я пришла к своей машине сейчас проедем я вам покажу тир наш но и все и все наши деревенские достопримечательности закончились а нет у нас еще есть огромное помещение но огромное я конечно так приукрашиваю у нас есть помещение но она открывается только когда какие-то деревенские праздники у нас деревне проходит ярмарки но обычно два раза в год я точно знаю когда можно пойти и посмотреть как железную дорогу у нас прям там очень красиво сделано мы туда ходили когда дети были маленькие сейчас естественно сейчас естественно я там уже тоже 100 лет не было ну вот сейчас весной будет у нас маркт но ярмарка и приедут ну внуки и мы туда сходим мы туда сходим но там обычно знаете сколько вход туда не бесплатный вход туда платный но там столько народу столько народу я не знаю получится ли там что-нибудь для вас снять или нет ночью я не знаю я чего-нибудь постараюсь но это у нас будет где-то в мое место вот здесь у нас находится этот музей про который я вам говорила с железной дороги не то что даже музея просто такой выставочный вариант он практически постоянно закрыт как я сказала только два раза в году по моему он открывается еще у нас деревне есть озеро которое сделали на базе бассейна раньше был здесь бассейн когда был бассейн мне нравилось больше теперь у нас здесь натурзе там впереди я все это показывал ему показываю еще раз а вот это у нас тир можно ходить стрелять но вступаешь в клуб платишь взносы но и потом хочешь стреляешь ну такой спорт как спортивная они также ездят на соревнования почему знаю у нас женщина работала вместе со мной они с мужем здесь занимались стрельбой ездили по соревнованиям ну и все и вот наша долина здесь практически где я всегда гуляю собачками но все мои хорошие надеюсь вам понравился обзор нашей деревни баварской здесь у нас конечно хорошо но видите сегодня еще более-менее нормально потому что нет сильного ветра и я думаю в камеру не шумит такие у нас просторы здесь когда я гуляю я вам очень-очень часто снимаю особенно особенно летом на этом я буду с вами прощаться всем пока пока и до до завтра мои хорошие до завтра мои хорошие